Сконструировать машинку и нарисовать мультгероя. В Центре детского творчества номер 6 ребята со всего Ульяновска занимаются робототехникой, мультипликацией, вокалом и хореографией. Однако с 5 октября учебный процесс в традиционном режиме прерывается. Из-за большой заболеваемости ОРВИ и коронавирусом детей отправили на незапланированные каникулы. Ребят просят оставаться дома, а учреждения дополнительного образования уходят на дистанционку. В этом году у нас принято решение, что в дистанционном формате мы будем работать на двух платформах. Это платформа Zoom и платформа Meet. Они нас очень устраивают. Они у нас уже отработаны в весенний период и в летний период, когда работали краткосрочные образовательные программы. И в форме видеоуроков наши педагоги направляют родителям в группы видеозанятия. Молодые педагоги охотно работают на таких онлайн-платформах. Работа отлажена. Леонид Баландин окончил Московский авиационный институт, но свою жизнь решил посвятить воспитанию юных изобретателей. Его классе мальчишки разных возрастов занимаются начальными навыками конструирования и робототехникой. Первые опыты – это высокая башня, первые навыки соединения деталей, потом переходят к колесным машинам. То есть сначала, которые просто могут ездить вперед-назад с возможностью поворота. И первые такие негласные соревнования, которые у нас проходят внутри объединения на самую быструю машину, которая проедет определенную дистанцию здесь в классе. Еще одно стремительно развивающееся направление среди ребят – мультипликация. В мастерской школьники работают на графических планшетах и конструируют модели 3D-ручками. К дистанционному формату во время каникул студия также готова. В этом году в нашем Центре детского творчества номер 6 появилась новая программа – студия «Мультплюс». Она включает в себя такие разделы, как фотодело, ораторское искусство, монтаж видео, дизайн и работа с компьютерными технологиями. Программа для нас новая. В этом году пользуется большим спросом. Занятия проходят два раза в неделю по два часа. Включают в себя занятия по тем блокам, которые я назвала. Конечно, обучение пению, хореографии или театральному искусству невозможно в полной мере в удаленном доступе. Непосредственное живое общение учащихся и их педагогов рождает неповторимые моменты творческой радости. Дети радуйся, когда смеются дети. Радуйся, конечно, время всех вокруг. Тук-тук захочешь, если вдруг. Радуйся, утром на рассвете радуйся. Профильные министерства отмечают, в условиях роста заболеваемости целесообразно вести в регионе триместровую форму обучения. Это позволит через каждый учебный месяц давать школьникам несколько дней отдыха, чтобы минимизировать их тесные контакты в образовательных учреждениях. Сейчас, когда в ряде муниципальных школ в сельской местности такие пространства, как точки роста, только открылись, вот реальная возможность есть в течение этих каникул широко и массово на онлайн-ресурсах рассказать и показать, чем они будут заниматься, какие есть возможности, какие новые компетенции в этих точках роста могут предобрести ребята, какие новые компетенции ждут педагогов. На каникулах в регионе пройдет более 6,5 тысяч мероприятий, направленных на организацию досуга школьников. Антон Никонов, Владимир Куликов. Новости Уллправда ТВ.